Ель, Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 12 километров автодороги. До 1 августа будет открыто движение на 12 километрах автодороги Астана-Темыртау, сообщает официальный интернет-ресурс Министерства транспорта и коммуникации Республики. На сегодняшний день здесь уложен верхний слой основания в объёме 21 тысяча тонн. К концу года планируется запустить движение по обеим сторонам 12-километрового участка. Отметим, что всего на участке Астана-Темыртау работы ведутся на пяти участках общей протяжённостью 109 километров. После завершения реконструкции в 2016 году дорога Астана-Темыртау будет расширена до четырёх полос и отнесена к первой технической категории. Новость дня. В Усть-Каменогорске пенсионерам выплатят единовременное пособие. 11 тысяч пенсионеров получат пособие в размере 7-ми месячных расчётных показателей на общую сумму 142 миллиона 604 тысячи тенге, передаёт корреспондент Бенюз Кезет. Выплата единовременной социальной помощи будет завершена до конца мая. Адресную поддержку получат пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 40 тысяч тенге. Решение было принято в декабре прошлого года на сессии городского маслехата. Выплаты производятся через отделение АОК с почта. Фотопост. На сайте Тенгри Ньюз фотоистория из цикла «Прогулка по улицам героев». В этот раз повествование посвящено герою Советского Союза Нуркену Абдирову. Его имя живёт на карте Алмата. Авторы приглашают читателей на прогулку, оценить пространство улицы, её достоинства и недостатки. На фото запечатлены повседневная жизнь жителей улицы имени Нуркена Абдирова. Ранее Тенгри Ньюз рассказывал об улицах, названных в честь героев Советского Союза. По данным властей города, планируется переименование 165 дублирующих улиц. Блогинг. Казахстанские шахматисты могут попасть в тройку призёров Кубка Азии. В социальной сети Facebook Федерация шахмат Казахстана ведёт лайв-трансляцию новостей 18-го Кубка Азии из Ирана. От казахстанской дружины ожидают успешного выступления. По прошествии шести туров наша сборная, ведомая капитаном Серикпаем Тимырбаевым, обыграла Оман и Орданию, Иран и уступила в двух матчах фаворитам гонки – Индии и Китаю. Решающим для сборной становится матч против Вьетнама. Также стоит задача не упустить своего в матчах против Шри-Ланки и Ирака. На страницах Федерации можно познакомиться с турнирной таблицей, где Казахстан пока держится на третьей строчке. Кубок Азии в Иране продлится до 30 мая. Смотрите обзоры Ель Бук в эфире и онлайн.